Ксения Журавкова Добрый день тех, кто слушает нас по радио и тем, кто смотрит нас на Ютубе или ВКонтакте. Да, призываем, конечно, нас по возможности смотреть, а не слушать. Мы тут такие красивые сидим в красивой студии, поэтому ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, подписывайтесь на наши группы. Ну а у нас сегодня широкий спектр тем и в кои-то веки, наверное, по преимуществу исключительно псковских, потому что неделя выдалась такая насыщенная. День города началась, она у нас, грубо говоря, с Дня города, потому что у нас неделя с пятницы по пятницу идет. Было еще несколько резонансовых случаев. Впрочем, давайте обо всем по порядку. День города. Ксения, как у нас специалист по соцсетям. По Дню города. Да, как человек, который постоянно держит руку на пульсе происходящего в жести по псковски в инциденте. Какие там еще группы есть, я даже не знаю. Расскажи, как псковичи отнеслись к этому празднику? То есть обычно, я помню, это всегда был потом на неделю, на две парад просто таких злостных комментариев. Вот наш коллега Константин Калинченко наверняка поиронизировал бы, что псковичи вечно всем недовольны и ничего другого ожидать не приходилось. Мне кажется, в этот раз было немножко иначе. Да, в этот раз было немножко по-другому. Думаю я, что это прежде всего связано с тем, что из-за коронавируса День города два года подряд вообще не отмечали. Ну, то есть там был салют, а по факту больше ничего, ну, вот такого народного, массового, никаких гуляний не было. Поэтому в большинстве своем все комментарии, которые я видела, фотографии, видео и чего там только не было, в соцсетях были положительными. Но, сам понимаешь, найдется везде недовольный, конечно. Нет, ну, это да понятно, конечно, но вот про то, что после двух лет пандемии, сразу вспоминается, конечно, Довлатов, да, мне нравится, после тюрьмы мне все нравится. Да, да. Хотя на самом деле, мне кажется, было организовано нынче все, очень как-то так постарались, да. Видимо, там, выборы грядут. Ну, слушай, надо было не ударить в грязь лицом после двух лет тишины, как бы, это правда. Ну, и люди, поэтому и сформировалось, я думаю, такое их ощущение, потому что, конечно, докопаться было до чего. И многие там из-за локаций как-то сетывали, что неудобно им там что-то располагалось. Хотя, по сути, весь центр просто был задействован, и надо было ходить. Но кому-то, видимо, не хотелось. Негде было сесть, как всегда, да. Да, да. Вот, потом, что там еще было такого? Про финский парк могу тебе рассказать. Там приехал парк аттракционов большой. И, в целом, там была куча народа. Я сама туда ходила в День города с детьми посмотреть, что там вообще происходит. И, в общем, плохих отзывов было достаточно о нем. Потому что люди говорили, там обещали же лунопарк. И, видимо, в представлении таких псковичей, знаешь, которые на стадионе еще помнят вот эти огромные лунопарки, которые раньше там разъезжали. В общем, то, что происходило в финском, показалось так себе. Пара батутов, да, там? Ну, там была не пара, там были десятки батутов. От маленьких до огромных. И несколько аттракционов. Но писали, что, ну, это очень странно, потому что негде там особо кататься. Отмечали, что цены для Пскова завышены. Потому что, ну, как бы на семью, например, там, отцу с двумя детьми уже там приходилось порядка тысячи рублей на один аттракцион потратить. И чтобы все, как бы, обойти за час, условно, нужно потратить там пять тысяч рублей. Третий до вечера уже не дотянет до салюта. Да, да, с псковичей, вот, как бы, это оказалось непосильной ношью. Плюс все говорили, что, ну, как бы, вот эти, как называется, люди, которые продавали билеты. Ну, типа, промоутеры. Да, да, ну, в общем, которые там продавали билеты, сажали там детей и взрослых в эти аттракционы. Они все были злые, уставшие. Видно было, что им осточертели уже просто эти аттракционы. Ну, и, плюс ко всему, еще на музыкальное сопровождение были жалобы. Говорили, что там звучала какая-то околокурортная пляжная музыка, которая, ну, вот, как-то совсем атмосферы праздника не добавляла. Ну, и выглядело, мол, это все так, ну, плохенько, как бы, поэтому... Но, справедливости ради, скажу, что и довольных столько же, чьи дети там скакали на батутах полдня и радовались жизни, так скажем. А не там ли, не в финском ли парке был еще праздник пирога? О, да, туда я тоже сходила. Вот это, вот об этом я почитал, очень удивился, что некоторые псковичи ходили туда явно с ожиданием как-то пополнить... Халявы. Ну, я хотел сказать помягче, как-то как-то вот в тяжелые кризисные времена как-то пополнить жировые запасы, не знаю, немножечко поднакопить калории, как бы бесплатно, да, а им ничего не досталось. Вот как же так, что там произошло? Ну, слушай, и сразу скажу, что на этом празднике я тоже была, и я присоединилась к числу негодующих, так скажем. Ты тоже хотела немножечко на халяву? Нет, суть в том, что я не хотела халявы, а я хотела заплатить денег и поесть псковских пирогов, но такой возможности мне тоже не предоставили. Там были установлены какие-то палатки, ну, ремесленные, там, с какими-то штуками, ручной работы и, по-моему, там... Сувениры, да? Ну, типа, да, там из дерева, кто там, из глины, из чего там еще, ну, вот рукодельники всякие. Какой-то концерт там был, всякие милые дети пели-плясали, и это все было замечательно. Но как бы, когда идешь на праздник пирога, все-таки хочется как бы каких-то пирогов. И там была одна какая-то палатка, почему-то, видимо, только одни предприниматели в городе нашлись, которые готовы были свои пироги на показ людям выставить. И там была огромная очередь, и мы, например, пришли туда, ну, условно, в три часа дня. Праздник был заявлен, по-моему, до восьми вечера, ну, то есть это даже не к концу. И никаких пирогов не было, там какие-то валялись два пирожка, ну, типа, с вишней, и все на этом. Ну, и в соцсетях я как бы не одинока, со мной там согласны люди, что и за деньги как бы было проблемно. Но еще больше, конечно, негодуют те, кто пришел за бесплатными пирогами. Там, видимо, как-то была так организована программа, что все, вот сам конкурс как бы пирогов принесли утром. И когда открывался праздник... Их уже съели организаторы, дегустаторы. Нет, их, короче, раздавали, но там, понятно, сразу была там очередь. На фотографиях в соцсетях я видела столы с кучей пирогов. Но куда как бы делись эти пироги, почему как-то не разделилась, это, знаешь, на этапы, там, условно, в 10 часов утра, там, в 12, в 3 часа дня. Я, когда пока там находилась, все слышала, что вот-вот должны подъехать какие-то там пироги от пекарного техникума, там, ну, или что-то такое. Но пока мы там где-то на протяжении часа были, пока стояли там эту очередь за каким-то засохшим там одним пирожком, ну, как бы ничего не произошло. Никаких пирогов не было, и поэтому там, ну, какая-то очень активная группа поддержки у этого мероприятия. И в соцсетях, если кто-то пишет что-то плохое про этот праздник, то там сразу налетают защитники, которые говорят, вы что, там все было замечательно, возможно, в какое-то время и в какую-то часть этого праздника. И мы все недовольные пришли именно в тот момент, да. Да, было как бы восхитительно, но вот как бы что в течение дня как-то организация хромала, хотя, повторюсь, там были какие-то развлечения, для детей организованные. Ну, то есть, в целом формат крутой. Но почему нельзя было просто вместо этих ремесленной вот этой ярмарки поставить, ну, как бы какие-то райпо, знаешь, наши местные. Нет, пусть цветов, да, сто цветов, ремесленникам тоже надо где-то торговать. Нет, у ремесленников, суть в том, что ремесленных ярмарок по городу было много. То есть, они в разных местах все находились, стояли там, и на Пушкинской, и на самом детском что-то было. Ну, как бы, но уж на праздники пирога, ну, хоть можно 10 предпринимателей каких-то было уболтать, я думаю, что от выручки как бы никто бы не отказался, потому что так или иначе, придя и увидев, что нет халявных пирогов, люди, конечно, бы пошли покупать и поддержали там тоже райпо или какого-то частника с булками, и было бы замечательно. Это так на заметку организаторам на будущее. Так, это все, что раздражало псковичей в соцсетях, или что-то было еще? Водные фонарики еще, естественно. А, ну, это классика. Это классика, я думаю, что это... Экологи, у нас половина города экологов, они всегда вот просыпаются, когда происходит какое-то такое событие. Причем, ладно бы, вот эти фонарики китайские, они реально опасны, я просто это как-то видел, ну, точнее, как видел, на свадьбу нам кто-то подарил, мы запустили, как увидели, как он падает примерно на стоянку этих городских автобусов. Чудом как бы не сожгли пару-тройку икарусов, я после этого вообще как бы представляю, что какая-то опасность, не боюсь, где бы их-то их запускать. А здесь-то плывет и плывет бумажка, она как бы растворится, разложится. Металлическое крепление там для свечи, и сам корпус, я так понимаю, металлический от свечи. Ну, мне кажется, что вот в реку нашу и озеро, и металлических, и прочих предметов в день попадает гораздо больше, чем вообще. Слушай, если так дум, это плохая логика, она не экологичная, вот как ты сейчас говоришь. Ладно, меня надо на перераспитание вот в эко-среду к Сергею Елизарову, я понял. Я просто хочу тебе сказать, что я, когда увидела несколько там гневных комментариев про то, что вот опять устраивают экологическую катастрофу, я полезла там в официальную группу, сообщество этого, чтобы, ну, как бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, так скажем. И я посмотрела, в общем, там организаторы рассказывали, что они устанавливают, ну, на Пскове, я так понимаю, какую-то сетку. Коловушку. Через которую, как бы, ну, то есть Великую там, и дальше по речке это все не уплывет. А раньше, мне казалось, вообще-то куда-то туда в Устье Великую должно было плыть. Раньше фотографии были такие вот возле Устья Псковой, и фонарики туда выходили. Вот, я так понимаю, что возле как раз вот этих решеток они поставят эту какую-то сетку, ну, так пишут, по крайней мере, что там по факту я не проверяла. Значит, и что вот это все никуда, если что, не уплывет. Они с очками там после окончания мероприятия или на утро вылавливают как бы эти все фонарики оставшиеся, бумажки, железки. С дна там, я не знаю, они, наверное, не поднимают, но там, наверное, легкий какой-то металл, который же не тонет, ну, понятно. Нет, не тонет. Если это металл, то он у нас, скорее всего... Ну, не знаю. Если только нет, если он не зачерпнул воды, в принципе, может не утонуть, если там выгорело сетка. Если зачерпнул, то все там утонет. Конечно, конечно. Ну, понятно. Ну, короче, в общем, суть в том, что они демонстрируют, там, прям фотки какие-то выложили, что они все убрали за собой, и, мол, подчеркивают, что они из-за чистоту, как бы, там, экологичные ребята. Ну, и вы говорите, что называется, конечно. А верить, не верить, уже пускай все сами решают. Ну, надо констатировать, что такая традиция вот прижилась у нас. Ну, красиво это, потому что... Правда, сейчас появляются еще дополнительные водные традиции в этом году. Опять же, был, насколько я понимаю, уже второй раз или третий фестиваль заплыва на вейкбордах, или как они называются? Саббордах. Ну, вот, в любом случае, вот эти доски, то есть, какие-то... Как-то река начинает задействоваться в городском праздничном пространстве. Это, конечно, отрадно, потому что все нулевые, там, 90-е было как-то грустно. Город в Междуречье, на слиянии двух рек, и, в общем, это все терялось. Фотографии, кстати, тоже было куча с этого фестиваля, и это было прикольно, и зрелищно достаточно. Народу было, ну, не то, чтобы, там, огромное какое-то количество, знаешь, как в Петербурге, там, показывают по каналам, там, сотни людей плывут, но я думаю, что в течение времени это все будет большую популярность набирать. И там еще был, как бы, маскарад, то есть, все участники, ну, или большинство, были там в разных костюмах, и в целом, как бы, мероприятие было очень прикольным. Я видела даже, там, жарили шашлыки на сабборде, кто-то с собакой катался, ну, то есть, так, на забаву интересненько. Где был гимс? То есть, люди, живые существа без спасательных жилетов, да, вот интересно, кстати, почему кого-то очень так прессуют, а кому-то можно. Но это так, это не публичный донос, а просто рассуждение на тему. И подожди, вот последнее, я сейчас прорекламирую текст свой, который, там, во вторник или когда-то вышел на этой неделе. Мы, там, собрали видео и фотографии с дня города, как бы, не випов, там, как обычно мы это делаем, а простых горожан по хэштегам искали. Поэтому, вот, если вам интересно, по-моему, текст так и называется, что псковичи рассказали о дне города в соцсетях. Он опубликован на псковской ленте новостей, во всех соцсетях наших можете найти. Может быть, там окажутся ваши фотографии или ваше видео. Кстати, да, если вы выкладывали что-то ВКонтакте, ну, Инстаграм сейчас, Инстаграм разопрещен, мы его не смотрели, да, надеюсь? Да, потому что мета признана экстремисткой в России. Вот, ну, а, собственно, чего туда смотреть? Хотя, тоже лыка в строку, на неделе пришли новости, что Россия заняла второе место, поднялась на второе место в мире по числу активных пользователей, по доле активных пользователей ВПН. После Китая или кого? А, слушай, я думаю, что, конечно, ну, как бы, в абсолютных цифрах тут и думать нечего, да? Как бы, в Индии все в порядке, хотя Индия сейчас теперь самая крупная страна мира, так как бы по населению, вот, ну, понятно, что, скорее всего, после Китая, да? Да и в относительных, может быть, еще Иран где-нибудь там рядышком. Ну, в общем, наши люди пока не готовы сдаваться, видимо, еще как-то там борются, пытаются пользоваться, обходить блокировки. Вот, я-то как раз уже не пользуюсь и не смотрю, отвык от этого. Но и в наших соцсетях хватает всяких острых горячих тем. На неделе вот уж на что я слабо реагирую на всякие бытовые драмы, да? Как будто за годы хватило. Но тут даже мимо меня никак не могло пройти. Настигала буквально каждый день какая-то, какой-то голос к этой новости, а именно жуткой, скажем так, жуткой расправы... Желает народ. Да вот, понимаешь, да, тут, как сказать, над кошкой или над потенциальным подозреваемым живодером, над его мамой, над его близкими, в общем, над кем? Над правосудием? Очень такие непростые вопросы. Ну, ты, наверное, подробнее об этом читал. Давай ты расскажешь радиослушателям, как дело. Давай, давай, я пишу, чтобы радиослушатели понимали, о чем речь вообще. В общем, появилась новость о том, что... Сначала о том, что из мусорного бака, ну, который вот мусоропровод внизу, да, находится... Да, в микрорайоне Крестки это... Не в микрорайоне, а улица это. Улица. Улица Крестки, дом 7, это вот он там, по-моему, единственный пока, или крайний там какой-то... Это где-то, где Владимирская, Империал, чем-то там. Да, 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 рядом с Акваполисом, там, это неподалеку. Пытались, в общем, из мусорного бака спасти кошку, услышали, что кошка, ну, или котенок, думали, в общем, где-то мяукает. И, в общем, поняли, что он в мусорном баке, открыли там эту дверь, вытащили. Еле живая там была там что-то, или при смерти кошка. Сначала подумали, что спасли, но впоследствии она все равно как бы умерла. И стали как бы думать, кто это, как она там оказалась, кто там ее туда запихал и так далее. И каким-то методом выяснили, что вот живет в этом доме, там, в одном из подъездов, человек, которого, ну, как бы обвиняют сейчас люди в соцсетях в живодерстве. Что, мол, они там, где он проживает с матерью своей, ну, взрослый мужчина какой-то. Да, да, там, я думаю, что к 50 причем-то. Ну, может, помладше, ну, как бы не очень, да, можно идентифицировать. Вот, но взрослый человек как бы живет со своей матерью, и вот они там, как пишут в соцсетях, опять же, никакая информация, ну, не подтверждена там полиции, пока я, то есть не берусь никого обвинять, что они заводят там кошек, и, мол, этот мужчина вот... Не заводят, а так берут по объявлениям, то есть якобы сердобольные люди вот, ну, себе, и якобы в соцсетях обвиняли в том, что мать этого мужчины, работница системы здравоохранения, брала, зная о его наклонностях, якобы брала вот таких животных, котят, кошек и прочее, чтобы он одними издевался, их убивал и мучил. Да, как бы жуткая история. Меня смустило во всей этой истории то, что просто не было представлено никаких комментариев в ответной страны обратной, да? А мы знаем, что очень часто люди, болеющие за свое дело, ну, как там... Нет, что касается животных, это всегда сразу огромный скандал, тысячи сочувствующих. Это безусловно. Читать эти комментарии мы уже устали, да, после даже за последний год можно вспомнить, вот дело Невельский, да, по-моему, пив убитый, дело вот гудовских собак, гудовских собак расстрелянных, да и, наверное, еще за последние 2-3 года мы там пяток таких громких случаев, всколыхнувших, что называется, соцсети, вспомним и найдем. Очень часто это все заканчивается с обращениями к губернатору, к депутату Госдумы, там... Тут даже говорят в президенту, да? Слушай, да, этот раз не исключение. В общем, в сообществе, ну, по защите животных, приют добрый называется сообщество, чтобы, если кого заинтересовало, могли зайти посмотреть. Там организовали целую операцию, как бы, по тому, как привлечь внимание к этому делу, вот и в СМИ скидывали, как бы, информацию, и, в общем-то, с помощью силы там соцсетей они собрали прям целую команду, такую большую людей, которые... Я вот лично смотрела под постом и увидела скриншоты людей, которые там пишут губернатору в личные там сообщения или там обращаются к нему через сайт. Ну, сообщений 10 точно я нашла со скринами, что вот они подали заявку, и потом кто-то вот радостно написал, что ему ответили. Дело, мол, принято в работу. Случай вопиющий, мол, будем разбираться. Дальше я даже увидела обращение, ответ, как бы, да, на то, что было отправлено обращение в приемную президента, и, мол, вот, ну, как бы по этой проблеме. И, в общем, после того, как была вот эта волна, которая всколыхнула вообще там кучу народа, появилось заявление полиции о том, что они проведут проверку. Это было, по-моему, 22 июля, но вот как бы с того момента официальной никакой информации пока не было. То есть проводится она, будут какие-то результаты, что, как бы, грозит человеку, ничего не ясно. Я думаю, что, конечно, результаты в любом случае будут, потому что полицейские в данном случае, наверное, понимают, что резонанс такой, что не отсидишься, как говорится. Другое дело, насколько легко им будут собирать какие-то объективные доказательства по делу. Но вообще в ситуации меня смущает, конечно, очень вот эти разухабистые, что называется, суды при анкапе. Есть такой интернет-мем, как будут при анархокапитализме, да, суды происходить. Вот так вот примерно и будет происходить. То есть буквально за один-два дня с какими-то заявлениями якобы вот, как бы мужчина, кошку нашли в мусорном баке, и мужчина якобы отобрал эту кошку у тех, кто нашел. Кто нашел, не рассказано. Дети это были, почему они отдали и так далее. Есть фотография, как он держит пакет какой-то, или кошку поднимается в подъезд. Потом появились скрины с камерой видеонаблюдения в подъезде. Он с пакетом, по-моему, написано, что заявляется, что в пакете кошка, как бы, как я проверить это могу. Хотя, то есть, по-человечески, я могу, как бы, склоняться, что называется, сердцем, да, вот, что я чувствую, за кем здесь правда. И на такой эмоциональной волне, конечно, я могу там подозревать, да, что, как бы, люди, вот, зоозащитники, в данном случае не просто так подняли волну. Ну, возможно, там, те или иные обстоятельства есть. Но даже если, как бы, вот, причинно-следственная связь конкретно с этой кошкой такова, что мужчина, там, причастен к ее смерти, мы не знаем, почему это произошло, что произошло, это эмоциональный срыв был, или это систематическое поведение, да. Также мы видим обвинение, что его мать ему якобы помогает, ее фотография опубликованная, ее персональные данные, где она работает. Вот это, да, конечно, жаль, что слили ее персональные данные, ее фото, там, ну, с каких-то официальных, там, ну, нашли, так скажем, да, должность ее, где она работает. То есть это такой направленно, пока получается, что это никак не обоснованно документально, то есть это просто кто-то кому-то сказал, и вот этот такой снежный ком накапливается, и что сейчас я вот видела уже много постов про женщину, вот эту мать этого мужчину, да, которого там с пакетом с этим видели, ее, она поддалась, конечно, серьезному такому кибербуллингу, а по факту полиция, там, органы ничего еще не установили, а ее там уже, ну, на чем свет стоит, да, понимаешь, одно дело, что на чем свет стоит, ну, вот опубликованы ее фотографии, ее место работы, буквально кабинет конкретно, да, где, и вот придут к ней посетители, ее узнают и скажут ей, вот пожилая женщина, как она отреагирует на такие обвинения, да? Нет, ты понимаешь, просто еще там такие агрессивные есть комментарии, которые по степени своей агрессивности могут сравниться с тем, ну, как бы, поведением, которое приписывают этому мужчине, и... Нет, это традиционно, за даже... Да, так ты понимаешь, что это как бы небезопасно, то есть, условно, в квартиру, там, они, ну, кто-то, кто очень, например, возмущен, решит, там, суд какой-то, самосуд устроить, он, может, не попадет. Люди должны идти в магазин и за продуктами на работу, например. Да, да, но на работе уже, когда там есть кабинет и так далее, ну, как бы, этим людям может угрожать реальная опасность, и это, конечно, жесть вообще, что... Вот я как раз хотел сказать про угрожать реальную опасность, тут можно же несколько цепочек проследить. Ну, во-первых, если все так, как заявляют зоозащитники, что это происходило систематически, что таким образом, видимо, мужчина там с какими-то ментальными расстройствами как-то вот компенсировал какие-то свои проблемы, да, например, мер, то это, очевидно, вообще, как бы, тревожный звонок и угрозы и для, там, психиатрической службы, и для, там, других органов, там, для участкового того же и прочее-прочее. Ну, неужели только сейчас об этом узнали и только сейчас заметили, да, и вдруг сразу всю информацию знают так вот. Так не бывает. Чтобы за сутки вы выяснили, где мама работает и все-все-все, да, вот. А если кто-то об этом знал, то кто-то зазнал о ситуации в семье, как говорится, и раньше, да. И ничего как бы не происходило при этом, да. То есть, вот есть вопрос, есть противоречие, да, я сомневаюсь, значит, знал, стало быть, я существую. Так вот, здесь много над чем можно сомневаться, но если все было действительно так, как говорят зоозащитники, то проблема-то серьезная и гораздо более страшная, чем, ну, может показаться, там, на первый взгляд, хотя, да, кошка погибла, ну, но мы же знаем, что очень часто подобные, там, издевательства над, например, живыми существами над животными, это как-то или первая стадия, или попытка компенсации гораздо более деструктивного поведения уже в отношении людей, там, детей и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как бы, утрированно маньяки так, да, наверное, как бы появляются каким-то образом. Вот. Если, как бы, какие-то такие сигналы были, на них никто не обратил внимания, тут еще больше вопросов к полиции, да? Ну, давай будем честными, даже если были какие-то сигналы, у нас убивают женщин, которые звонят, рыдают, что их бьют мужья или сожители и говорят, убьют, приедем, опишем, ну, условно, по телефону. А тут, если звонит сосед и говорит, ой, там кто-то обижает котика, он так кричит, кто там куда поедет. Это, как бы, понятно, что это недоработки и недостатки законодательства, как бы. Ну, как, вот, нет, в законодательстве есть, понимаешь, у нас же есть сейчас статья о жестоком обращении с животными. Да, ну, вот мы с тобой вспоминали сегодня несколько дел, ну, вот, свежих прям это два, да, вот, про Пифа и... Ну, с Пифом там ситуация простая, да, обидчик Пифа, убийца Пифа сам утонул, и люди радовались в комментарии, грубо говоря. Все, какой ужас. Ну, короче, суть в том, что там было какое-то наказание, все равно оно ему было приписано. Ну, административное, да, там, наверное. Да, да, а вот, например, ситуация с гдовскими собаками, там не было вообще ничего, то есть ничего не смогли доказать, или там, как бы, ну, степени тяжести не увидели, там, или человек смог доказать, что опасность там какую-то несли эти собаки. Я не помню деталей просто, но суть в том, что, как бы, никакого результата и фактического наказания не последовало. Понимаешь, а кто здесь прав? Может быть, действительно, ты идешь там с ружьем соходы, а вот три собаки агрессивно на тебя нападают, как бы, ну, вот, я не знаю, да, как среагируешься, ну, что там, ночью это было где-нибудь на пушке леса или где это было. Да, ну, вот, тоже, опять же, у нас всегда любят поверить в то, во что хочется поверить, и так устроен человек, тут, как бы, ничего удивительного. Но вот, конечно, хотелось бы, чтобы всякие такие расследования не в соцсетях вели, да, а... Вот, я хотела про это сказать. Вот ты можешь себе просто представить, что в каком... как люди вообще верят в систему правосудия в России, что они там зафиксированы на видео, как они спасают эту кошку, я там видела сторис, кто-то там репостил, выкладывал себе ВКонтакте. То есть, представляешь, какой уровень у людей, что они сами там расследуют это дело, и им там пишут в комментариях, давайте, расследуйте. И что в итоге они приходят к тому, что, во-первых, нужно писать губернатору всем валом, чтобы он заметил как бы эту проблему. А во-вторых, из-за вот убитого кота и какого-то там якобы нездорового мужчины, они пишут обращение президенту. Ну, то есть, это чисто говорит о том, что система вообще не работает, и людям вообще некуда обратиться, нечего делать просто. Вот, я не люблю... Точнее, иногда, конечно, сам грешу, а я не очень люблю все-таки такие обобщения, да. Все-таки система худо-бедно работает, как говорится, и я даже там сейчас сочувствую... Очень худо и очень бедно. Сочувствую, например, сотрудникам, кому расписали вот именно заниматься документальным сопровождением вот этого дела, потому что как здесь действительно собрать все эти свидетельства, это слово против слова, да, там, как правило. Но у меня есть решение. Вчера, причем, родилась спонтанно, когда я просматривал YouTube, который пока еще не запретили, да, но скоро запретят, наверное. Вот. И в YouTube мне попалась, там же рекомендательная лента, помимо каналов и тем, которые ты часто смотришь, на которые ты подписан, интересы, вываливается что-то на проверку, как в TikTok, да. Вот. И мне вдруг вывалилось видео канала, которое называется, если я не ошибаюсь, МВД-ФСБ, задержание одного из администратора групп смерти, вот тех знаменитых этих синтекетов в соцсетях, которые там пару-тройку, четверть, сколько там уже лет, пять гремели назад. Возможно, до сих пор как бы что-то такое происходит, потому что, ну, видео опубликовано там пять-шесть дней назад. Там вот безумные совершенно глаза у задержанного вот этого паренька, который, ну, какие-то такие, тут уже можно домысливать, и безумные, сатанистские, и какие угодно. Вот. Но он и понимает, куда попал там, я так понимаю, что действительно несколько девочек погибли в результате его действий, кураторства этого. То есть это не, как бы, не шутки, там, придумки взрослых, да, то есть кто-то, явления такие есть, и, соответственно, кто-то становится... В чем решение-то, я так не поняла. Самое главное, я посмотрел видео, у него было, знаешь, за пять-шесть дней где-то два или три миллиона просмотров. Это много. Ну, понятно. И я посмотрел тогда, сколько подписчиков у канала. И тоже подписался, потому что у канала было почти 700 тысяч подписчиков. Если это официальный канал какой-то МВД, ФСБ... Сомнительно, что МВД, ФСБ может быть один канал. Вот. И я понимаю твой скепсис, но даже если были бы каналы... Какой мысль я пришел? Если бы были каналы каждого ведомства свой, ты представляешь, по всем регионам какой объем интересного контента и видеоконтента в том числе, задержаний. В чем ты говоришь, сколько идут там эти все расследования, эти дела? Кто им будет делать этот контент? Они же, ну, как бы очень все заданные люди. Вот смотри, очень все заданные люди, но в каждом... Не успевают сшивать дела просто. В каждом, как и с региональным управлением, есть пресс-служба. Вот если бы YouTube, как раньше, платил, выплачивал за просмотры... Ты понимаешь, как можно... Ну, на хозрасчет можно буквально как бы посадить... Ты что, их бы тогда всех инагентами признали бы? Ну, не, ну, а так-то, вот как бы бюджет небольшой какой-то дали там на табельное оружие, а остальное вертись, как хочешь. Вот чем интереснее задержание, как говорится? Нет, Сергей, это ты зря. Ты на зыбкую почву встал. Ты что, не знаешь, как у нас некоторые работают в России? Если даем волю, они тебе таких понапишут интересных задержаний. Кого там они будут задерживать? По каким поводам? Очень большой вопрос. Особенно для зрелищности, как бы, людей с сумасшедшими глазами найдут, и кого так, как бы, далеко можно зайти. Тогда нужно и прокуратуре, и адвокатским конторам тоже свои каналы завести. Такой вот будет метавселенная российского разлива, что называется, да? Ну, когда-нибудь, может быть, кстати, вообще все, у вас, как бы, управление, оно и перетечет в сеть. Но если сейчас все заблокируется в России, ничего не останется, останется российские соцсети, они будут цвести, развивать. Ну, это и так считай, что все контролируется всеми органами, и все. Да, а, к сожалению, наше время подошло к концу, мы благодарим, что вы были с нами, оставайтесь на нашей радиостанции, читайте новости на ПЛН, подписывайтесь на наш канал и берегите себя. Всем пока. Они почему-то думают, что если человека нет в социальных сетях, его не существует. Ну и кто словил больше хайпа? Это в каком канале слили компромат? А сколько лайков собрал пост губернатора? Ну и кто они после этого? Ну, как то. Да необычные хайпажуры.